Наглядный урок истории. На глазах школьников Щелковского района оживают события прошлых лет. 1812 год, Отечественная война. Один из сложнейших периодов для России. Вспомнить только сожженную Москву. Тогда сдача Москвы была неизбежной, но казалось невозможным с политической и моральной точки зрения сдать древнюю русскую столицу без боя. Кутузов принимает решение дать генеральное сражение Наполеону. Первая и единственная в этой войне. Битва под Бородино 26 августа 1812 года стала одной из самых кровопролитных в XIX веке. На Бородинском поле за один день сражения погибли 46 тысяч русских солдат и офицеров. Французы потеряли около 50 тысяч человек. Несмотря на потери, нашими войсками была одержана над врагом нравственная победа, переломившая ход войны. Эти события станут основополагающими в военно-историческом фестивале «Душоновские маневры-2017». По традиции главные участники фестиваля, профессионалы своего дела, реконструкторы. Как раз на площадке мы сюда позвали несколько клубов военно-исторической реконструкции, в которых мы вместе отрабатываем программу, которая у нас получила название «Рекрутское депо». Что такое, во-первых, рекруты? Рекруты – это новобранцы, а депо – это то место, где их готовили. Вот здесь у нас как раз получилось, что клубы одни занимаются артиллерией 1812, пехотой 1812. И мы нашли общий интерес о том, что зрителям, людям вообще надо сначала рассказывать про эту историю. А еще лучше, если дать им возможность погрузиться в нее, понять, почему это была война названа благородной войной, почему-то так ярко одевались. Школьникам такой живой урок истории явно пришелся по душе. Для начала ребята знакомились с эпохой через элементы костюма. Рассказ о жизни солдат, о быте и традициях того времени дал возможность понять сторону военного уклада той эпохи. Показали, как заряжать ружье, как действовали на поле пушкари. Возможность пальнуть из пушки, естественно, не ядром, ребятам очень понравилась. Ну и ярким завершением мастер-класса стало конное выступление.